Во-первых, я благодарю всех избирателей, всех друзей, журналистов, блогеров. Хотя время было очень сжатое по данным «Комсомольские правды», газеты «Общественный рейтинг», по содержанию предварительной программы мы на первом месте. То есть интеллектуально мы уже выиграли. Что касается выборного процесса, я в коча низкая. Я все-таки призвал бы всех избирателей прийти проголосовать. Все-таки мы должны вернуться в правовое поле. И только вы сами решаете будущее Кыргызстана. Я проголосовал за парламентский путь правления. Это единственное спасение для нашей страны. И даже древности, кыргызы, все вопросы, основополагающие, решали только сообща. Что касается кандидатов, все кандидаты достойнее. Но кыргызы всегда издревле женщинам относились с большим уважением. 17 кандидатов, из них единственная женщина. И когда рядом женщина, за себя голосовать неудобно. Я проголосовал за Клару Соррукулову. За себя голосовать, когда рядом женщина, это не по-мужски. Я проголосовал за женщин Кыргызстана. Будущее связано с женщинами Кыргызстана. Есть ли вероятность проведения второго тура? Как вы думаете? Если первым туром будут настоящие, конкурентные, законные выборы, второй тур неизбежен. Ханек Апашич, а вы говорите, что второй тур неизбежен, если будут честные выборы. А вы в эту честность верите в нашей стране? Мы же обратились к четыре кандидата, в том числе Клара Соррукулова. Она является одним из лучших юристов страны. Канат Исаев и Адахам Адумаров. По одному кандидату, по этическим причинам я назвать не могу. Но наши судебные органы, компетентные органы не услышали наш голос. Если так, это оставить сомнение, под сомнение легитимности сегодняшней выборной кампании. Это, конечно, наносит урон для будущего Кыргызстана. А волнения, как вы думаете, будут? Это народ решит по итогам выборной кампании. Народ сам решит. Например, утром 4 октября мы не предполагали, что это закончится с такой нехорошей историей. Поэтому решит народ и покажет время. А чего вы ждете от сегодняшнего дня? Во-первых, я жду и надеюсь справедливые, честные, конкурентные выборы. И признание этих выборов не только народом Кыргызстана и международным сообществом, поскольку мы являемся субъектом международного права.